Валентина Максименкова всё ещё считает, что это кошмар, от которого она не может проснуться. Хозяйка никогда бы не подумала, что дом, в котором она прожила всю свою жизнь и выросли её дети, буквально за час превратится в пепелище. Женщину чудом разбудил звук пожарного извещателя. Я вышла, всё, а там уже всё горит. Я не знаю, что сгорело. Вверх горело, всё горело. Очень быстро всё произошло? Очень быстро. Я сразу побежала домой и стала кричать мужу. Мы горим, дочка и муж сейчас спали. Мы с дочкой в окно прыгали, разбили рамы, прыгали в окно. То есть уже выхода не было? Да, не было выхода, всё. Спасателей пришлось вызывать соседям. Все средства связи в доме к тому моменту уже сгорели. На вопрос, что стало причиной ЧП, горожанка пожимает плечами. В неисправность оборудование не верит. Говорит, оно совсем новое. Ни окон, ни дверей. Всё разбито, разломано, сожжено. Обваленная крыша чудом не свалилась на голову. Разбитое стекло на подоконнике, цвет стен и пола. Картина не для слабонервных. Уцелела лишь малая часть дома. Всего одна комната и кухня. Да и те пропитались запахом гари. Впрочем, бросать родные стены семья не собирается. Да и соседи пришли на помощь. Собрали вещи, постельные и бытовые принадлежности. Кто что смог. Для раннего обнаружения пожара мы рекомендуем устанавливать в жилых комнатах автономные пожарные извещатели. Они с помощью своего громкого сигнала смогут и разбудить, и оповестить. Маленький элемент декора стоимостью всего 20 рублей уберегает не только имущество. Со мной этого не произойдёт, думают большинство. Однако статистика говорит совершенно обратное. С начала года в Могилёвской области произошло уже свыше 150 возгораний. Пожарный извещатель мог бы спасти 26 жизней.